Это кадры января 2024 года. Силовики задерживают теперь уже экс-вице-мэра и бывшего главу администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Чиновника подозревают во взятках и он отправляется в СИЗО. Вести дело Шеломенцева решили в Центральном суде по одной причине. Именно на территории этого района чиновник брал взятки, в том числе через посредника, в котором выступил бывший зампред комитета по дорожному хозяйству Сергей Щукин. Его в январе этого года освободили из-под стражи, но производство в отношении все еще ведется. Согласно версии следствия, в 2020 году предприниматель Олег Бесчастный передал взятку в 2 миллиона рублей за общее покровительство и помощь в получении права на перевозку пассажиров на 41 и 78 маршрутах. Сейчас имущество бизнесмена арестовано. Дело передано также в Центральный суд. Мера наказания – подписка о невыезде. Сторона обвинения считает, что взятку Шеломенцев решил отмыть через покупку автомобиля Subaru Outback за 1 миллион 200 тысяч. Остальные деньги ушли Щукину, как вознаграждение за посредничество. Ваша дата – место рождения. Обвиняют бывшого вице-мэра и в получении другой взятки. Согласно версии следствия, Антон Шеломенцев и Сергей Щукин решили построить склады для хранения инертных материалов на улице Власихинской, 137. Этот участок находился в аренде у последнего. Для этого была заказана документация у томской компании «Запсипмост» за 350 тысяч рублей. Однако вместо денег, по договоренности с вице-мэром, фирма получила покровительство. Правда, пришлось доплатить еще 250 тысяч. Высказаться в отношении вины к данному судебному желаете? Выскажите споржу. Выскажите споржу. В томской компании барнольские чиновники продолжили сотрудничество. Известно, что в 2017 и 2018 годах именно «Запсипмост» составлял проект реконструкции путепровода на новом рынке. И позже его дорабатывал. В общей сложности компания получила около 30 миллионов рублей. А в 2019 году она взялась за оформление документации по ремонту железнодорожных путей на Калинино. И сейчас исправляет смету. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры по поводу Дениса Илюшина, директора томской компании. Что касается самого Шеломенцева, срок нахождения в СИЗО ему продлили до января. Ну а следующее судебное заседание состоится 24 сентября. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.